Добрый день, друзья! Вы на канале по изучению английского языка. Сегодня мы с вами должны углубиться в очень интересную тему, которая действует на весь мир. Так называемое морское право, оно же адмиралтейское, оно же торговое, коммерческое право. Оно касается вас, меня и всех, кто живёт на планете Земля. И, естественно, это же морское право действует в зале суда. В наших странах, где раньше судьи выглядели совершенно по-другому, сейчас мы видим очень много сходства с американскими судами. Вот сегодня мы будем говорить о том, откуда это сходство появилось у нас и почему оно действует здесь. Идея эта пришла мне в голову, поскольку со мной поделились одним интересным видео. Видео на американском английском языке. И оно даёт очень краткую, сжатую информацию по этой теме. Поэтому я записала скрипт этого видео. И, естественно, у меня появилось желание перевести его на русский язык. Конечно, с небольшими цитатами англоязычными, которые вы увидите на экране. И сегодня я с вами делюсь вот этими мыслями, краткими специалистов в области морского, адмиралтейского права, которые работают в этой сфере больше 40 лет. Наши судьи с недавних пор тоже принадлежат к английской баргильдии, поэтому они ходят в чёрных мантиях. Вы, наверное, заметили, что редко кто приходит в зал суда без адвоката, а значит, обычно судят людей недееспособных. Мы сегодня будем говорить о том, что людей, пришедших в суд с адвокатом, считают мёртвыми людьми по морскому праву. И посмотрим, поговорим о том, как устроен зал суда и почему. В английском языке любое судно, пароход, теплоход, имеет местоимение «ши», то есть «она». На моём канале есть на эту тему видео, я его выкладывала довольно давно. Ссылочку внизу, под этим видео, вы можете найти в описании. Почему это так? Потому что судно, то есть «она» по английским меркам доставляет товар в порт. Ещё судно называют словом «весел». «Весел» по-английски – это любой сосуд, который можно чем-либо наполнить. Ваше тело внутри тоже имеет «веселс», так называются сосуды в нашем теле. То есть здесь всё это очень тесно связано. Ну, ваше тело тоже считается судном, особенно тело женщины, которое, рождая ребёнка, ну, по меркам морского права, производит на свет очередную товарную единицу. Как грубо это бы для нас с вами не звучало. Когда корабль заходит в порт, в гавань, он останавливается в той части, которая называется «birthing a ship». Это означает, что когда судно разгружают, то вынос товара на берег аналогичен процессу рождения человека. И каждый предмет на корабле – это аналог денег. Деньги в этот момент, в момент разгрузки, переходят из рук в руки. Каждый товар должен иметь то, что называется «manifest certificate». То есть сертификат манифеста – это не нуждается в переводе. Потому что судно уже готово к рождению, так называемому, к родам и к разгрузке товаром. Вот почему, когда вы родились, и у вашей матери отошли воды, и вы вышли из этих вод, вы тоже при рождении получаете свидетельство о рождении или по-английски «birth certificate». Интересно, что морской «dog» – это слово «dog» созвучно со словом «доктор» в английском языке. «Doc» – это место, где корабли ждут разгрузку, и «доктор» – это человек, который принимает новорожденного ребенка. Теперь вы можете видеть, что все слова и термины в нашей жизни относительно данных процессов основаны на морском праве. И, естественно, законы воды, денежном потоке, и в том числе основаны на ликвидных активах. Это такой термин коммерческий. Корни всей этой терминологии, естественно, лежат в английском и британском господстве на морях. И вот когда британцы начали доминировать в морском пространстве нашей планеты, все эти концепции были развиты в коммерческую систему слов, терминов и символов, которые по сегодняшний день используются в судоохотстве и правительственных корпорациях. Вы когда-нибудь догадывались, что ваше тело – это корпорация? Дело в том, что сертификат или свидетельство о рождении выписывается, и таким образом вы, новорожденный ребенок, превращаетесь в юридическое лицо. Кстати, сертификат или свидетельство о рождении является ценной бумагой и, естественно, имеет хождение на рынке ценных бумаг. Вообще, это очень глубокая история, об этом можно говорить часами, но сегодня мы немножко на другие детали обратим внимание. Итак, в английском языке слово корпорация созвучно со словом corpse. Дело в том, что пока вы живы, вы человек-корпорация. А когда человек умирает, он становится трупом, труп по-английски, в том числе слово corpse. Кстати, слово corporation имело когда-то в старину и шутливое значение, так называли пузо или брюхо, как говорят в народе. Итак, пока вы живы, вы бизнес и корпорация. И в английском языке, когда мы говорим об общении людей между собой, мы часто используем слово business. Ну, например, вам говорят, не общайся с этим человеком, он принесет тебе неприятности. Это bad business. То есть не надо, это плохо, с ним лучше дел не иметь. It's bad business. Иногда человек говорит, не лезь не в свое дело, это не твое дело. It's none of your business. Я уверена, такие фразы вы слышали и встречали неоднократно. Или, например, не надо с ней так плохо обращаться. В этом английском варианте вы тоже увидите фразу bad business. И вот еще один интересный пример, который приводит в этом видео американский специалист морского права. Когда вы женитесь, и ваша невеста очень богата, по-английски говорят she is of good stock. То есть она из хорошей семьи. Но фраза good stock в коммерции означает надежные акции. То есть женившись, вы приобретаете надежные акции. Видите, какая интересная двусмысленность заложена в обычной, казалось бы, идиоматической фразе. Так что же происходит в суде, в самом помещении, в зале суда? Вы можете себе легко представить, как все устроено во многих судах, особенно в тех, где есть специальное деревянное заграждение. И у него есть, как говорят по-английски, gate. То есть небольшие ворота, по-русски мы можем сказать дверца или калитка. Эта деревянная дверца называется шлюзные ворота. То есть если вы когда-нибудь видели, как работают шлюзы, вы понимаете, о чем я говорю. Когда вы проходите через определенный канал, выстроенный людьми, вы проходите через шлюз. Вам открывают или закрывают шлюзы. Так вот, когда вы сидите в зале суда, как зритель, вы находитесь на территории земли. Схема зала в суде четко разграничена. То есть все зрители, которые приходят в суд, как будто бы сидят на территории континента. Поэтому судья не может обращаться к ним, он не может их судить и иметь что-либо против них. Он находится на территории морского права, а зрители сидят и подчиняются континентальному праву. Если подсудимый подходит к этой дверце деревянной или берется за эту деревянную дверцу, даже не открывая ее, то по-английски считается, что он находится in hot water. И здесь мы с вами встречаемся тоже с идиоматическим выражением, буквально означающим быть в горячей воде. Но на самом деле эта фраза означает попасть в беду. В русском языке есть поговорка попал как кур ващи. Это означает, что человек в беде. Так вот, когда вы находитесь in hot water, кто-то должен вас спасти. Bail you out. И второе значение, юридическое. Кто-то должен внести за вас залог. Здесь снова идет игра слов. И одной фразой здесь мы в русском языке никак не обойдемся. То есть вы видите, да, что присутствует идиоматический, и буквальный перевод. Когда вы начинаете изучать эту тему, она настолько велика, что занимает очень много часов. Потом вы возвращаетесь к началу, к тому шагу, с которого вы только начинали это исследование. И понимаете, что все слова, термины, которые используются в законодательстве, имеют двойной смысл и в реальной жизни, и в коммерции, и в юриспруденции. И вы тут же начинаете видеть, насколько широко это распространено вообще на нашей планете. Это в том числе может прояснить вам то, как правительства управляют миром. Потому что пока вы не поймете это, вы никогда не разберетесь в том, что вокруг вас происходит. Итак, вы входите в зал суда, называете свое имя, кладете руку на ворота и открываете ворота. Вы открываете себя для морского, адмиралтейского, коммерческого, торгового права. Потому что вы пришли с территории континентального права. Пока вы не касаетесь этих ворот и не проходите через них, вы находитесь на суше. Та перекладина, которая находится сверху этих ворот этой калитки, называется бар. Вообще, я думаю, что одним из следующих видео будет, конечно, видео, посвященное слову бар. Потому что у него в английском языке очень много значений. Здесь нам пригодится его значение как перекладина. Повторюсь, когда вы касаетесь этой планки, это уже сигнал того, что вы мертвы. Вы считаетесь мертвецом. Вот почему адвокат, пришедший с вами, должен говорить от вашего имени. Вот почему он должен вас представлять. Вы вошли в глубокую воду, вы утонули, погибли по меркам морского права. И у вас нет лицензии проходить через эту калитку, нет разрешения. А у адвоката есть. По меркам и по мнению судьи, мертвецы не говорят. Поэтому адвокат становится вашим глашатаем, вашим рупором, и он говорит за вас. Не думаю, что стоит бояться этой информации. Просто, если вдруг жизнь вас подвела к такому барьеру, вы приходите к нам в суд, вы видите там злого судью в черной мантии. Когда-то у них были молоточки, но нашим судьям они почему-то, видимо, не достались, потому что не так часто их можно там увидеть. Вы просто знаете правила этой игры. Как только вы получаете информацию о какой-то теме, и если она вас интересует, и вы думаете, что однажды она может вас коснуться, вы начинаете читать дальше, изучать, смотреть, как это все происходит, и понимать, что сегодня тема живых людей, мертвых людей очень популярна онлайн, и многие люди как раз пользуются таким походом в суд самостоятельным, без адвоката, изучая законы страны, цитируя их, и понимая, в каком месте он находится, и по каким правилам игры ему придется себя вести. То есть, знания нам нужны для того, чтобы осознавать, что мы живые люди, мы дееспособные, и мы можем играть в те же игры, в которые пытаются играть с нами. Я надеюсь, вам понравился мой короткий ролик. С вами была Оксана Перуцкая, преподаватель английского языка. Запись на мои уроки вы можете осуществить по контактам под видео. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам содержание всего того, что вы услышали. Может быть, вы хотите что-то добавить, будет очень интересно почитать. И до скорой встречи на моем канале. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok